Антраль. Для здоровья печенки и подслунковые залозы. Антраль. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Яковенко. Сегодня 7 ноября. В Киеве сейчас 7.40, в Москве на час больше. Мы продолжаем наши ежевутренние размышления о том, что происходит в России, в мире, в Украине и в наших душах. Не очень симпатичные сегодня новости, но, впрочем, противоречивые. Давайте по порядку. Итак, Соединенные Штаты Америки, Сенат заблокировал голосование по законопроекту о помощи Украине. Там речь шла в общем пакете 106 миллиардов долларов военной помощи Украине, Израилю. И этот пакет был заблокирован в Сенате из-за того, что республиканцы настаивали на том, чтобы туда включить меры по контролю за миграцией на границе США с Мексикой. Голосование было раздельное. Получилось, надо было набрать 60 голосов. Ну, 45 сенаторов высказали за, 48 против. Накануне должен был быть закрытый митинг, брифинг с участием военных, с участием представителей администрации Байдена. И там должен был, поведя связи, выступить президент Украины Владимир Зеленский. Однако, это выступление было отменено буквально в последнюю минуту. И, ну вот я, честно говоря, так и не понял причины, потому что вот все, что я слышал, это официальные объяснения. Ну, впрочем, судите сами. Может быть, я чего-то не понимаю, и вы мне в комментариях объясните. Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова сообщила, что Зеленский отменил свое выступление из-за того, что на брифинге обсуждали не только вопросы, связанные с Украиной. Я процитирую, что она сказала. Сейчас свою шпаргалку доставлю. Ничего катастрофического, сказала Оксана Маркарова, на самом деле не произошло. Была идея принять участие в одном из нескольких брифингов, если было возможно присоединиться. Однако, именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и внутренние вопросы, мы сегодня не участвовали. Сказала посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Министр обороны Соединенных Штатов Америки... Господи, что ж такое-то? Министр обороны, конечно, Украины Рустем Умеров сообщил, что Зеленский не смог выступить на брифинге из-за войны. Это война, ситуация меняется, но я думаю, что Зеленский, это я цитирую, благодарен и сделает это, когда будет возможно, в следующий раз. Это министр обороны Украины Умеров сообщил в эфире Fox News. Ну, дорогие друзья, я жду ваших комментариев, и сегодня я анонсирую сразу, у меня будет беседа в 20.00 с Виталием Портниковым. Завтра будет, я надеюсь, вроде предварительно договорились с Андреем Андреевичем Пианковским, разговор, пока, насколько я понимаю, вроде бы не подтверждено, но предварительная договоренность есть. Я, конечно же, с ними тоже попытаюсь их мнение узнать в отношении вот этого события, то есть, почему все-таки отменено выступление Зеленского. Ну, я, честно говоря, не понял ничего из объяснений Маркаровой и объяснения Умерова. Вот, ну, это, может быть, мои проблемы, вполне возможно. Вот, так что вот такая история. Вот помощь, вот эта вот большая помощь, главная помощь, 61 миллиард долларов, она пока не выделена. У меня есть уверенность, я не сомневаюсь в том, что эта помощь будет выделена, то есть, никуда она не денется, и американцы эту помощь окажут. Ну, естественно, это не может, вот такая вот затяжка, вот этот пинг-понг, он не может не вызывать тревогу и всякие, так сказать, какие-то панические настроения, с которыми надо просто бороться. Вот, это вот такая история, которая не фатальна, не катастрофична, так что помощь будет. У меня твердая уверенность, потому что я не могу себе представить, чтобы, например, вот Соединенные Штаты Америки в нынешних их состояниях, значит, оставили Украину без помощи. Этого не будет. Перейду к другим событиям. Ну, все уже наверняка знают, что в Московской области убили Илью Киву. Это его тело обнаружено в деревне Сапунево в Одинцовском районе. Ну, вот, несколько слов, комментариев об этом. Последний, очень характерен последний пост Кивы, в котором он пишет о провале Зеленского и вежливо ему предлагает покончить жизнь с... Ну, вот, такое у него пожелание перед тем, как его самого убили. Попросил Зеленского закончить жизнь с... Значит, что касается версий, я точно не буду комментировать. Я просто скажу, что украинские СМИ, по данным целого ряда украинских СМИ, я сейчас перечислю их название, по их данным Киву убили в результате спецоперации Службы безопасности Украины. Кто об этом пишет? Украинская правда, громадские, суспильные, ну и целый ряд других. То есть, ну, в общем, список примерно из 10 украинских СМИ, которые утверждают, что это спецоперация Службы безопасности Украины. Косвенное подтверждение этому дает представитель разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, который в телеэфире подтвердил причастность. То есть, я процитирую точно, что он сказал, можем подтвердить, что Кива все, это говорит Юсов, и такая судьба постигнет и других предателей Украины. Ну, скажем так, прямо не сказал, что это дело рук представителей спецслужб Украины, но, ну, иначе трудно, трудно как-то оценить этот комментарий. Вот, хотя, в общем-то, вот я вчера разговаривал с несколькими гражданами Украины, и, в общем, высказываются сомнения, зачем нужно было убивать Кива, что он такое особое представлял. Но, в то же время, я полагаю, что дело ведь не в том, что это какая-то вот масштабная фигура. Конечно, нет. Но речь идет о том, чтобы создать какую-то вот обстановку, понимание того, что предательство будет обязательно покарано в условиях. То есть, кара ждет каждого предателя. Это, в общем, полезная работа. В том смысле, что каждый предатель должен понимать, что его ждет вот такая вот судьба. Война, потому что. То есть, Кива, насколько я знаю, был осужден к лишению свободы украинским судом, но сейчас идет война. Поэтому предательство – вот такая судьба. И в этом смысле есть логика. Ни в чем другом. Я хочу остановиться буквально на два слова о том, как отреагировать. Что очень важно. Как отреагировали представители, коллеги Кивы по пропагандистскому цеху на такое надгробное слово. Самый характерный комментарий дала Маргарита Симоньян. Я процитирую. Свой среди чужих, чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела. То есть, ну, просто вот Симоньян, просто отреклась от коллеги по цеху. Вот чужой он. Он чужой. Не наш. Не принимает. Его Симоньян. Ну, вот что касается других, то я попрошу сейчас показать небольшое видео, где Царев комментирует убийство Киева. Давайте посмотрим. Лео Кива убит. Он знал, что за ним идет охота. На Украине это делается так. Делается список. Готовят его ГУР, согласовывают СБУ. И Зеленский лично его визирует. И в этом списке есть определенные люди. Информация, в общем-то, не закрытая. То есть, закрытая, но не настолько закрытая, чтобы Кива об этом не узнал. Кива об этом узнал. Он находился в Москве. Приехал из Москвы в очень закрытый поселок. Один из самых статусных в Одинцовском районе. Не буду его рекламировать, здесь называть. Там камеры, там охрана. И считал, что там он будет в безопасности. Как видите, получилось, что не в безопасности. Безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно. Как они работают? Во-первых, они, все колл-центры находятся под контролем спецслужб. Через колл-центры, которые работают по России, они находят людей, легко внушаемых, которым дают задание. Положить закладку, передать взрывчатку, перенести с одного места на другое. В этих закладках оружие. Бросить коктейль Молотова в военкомат. Поджечь релейный шкаф на железной дороге. Проследить за какой-то машиной, доложить информацию. Проследить за каким-то человеком. Ну, вот, собственно говоря, вот такой вот комментарий. В этом комментарии Олега Царева. То есть, ну, фактически, они с Кивой в одном статусе. Это, конечно, очень разные люди. Их роль разная и различается. Но, тем не менее, вот, явно Царев нервничает после убийства Кивы. И понятно, что его, ну, он понимает, что он, если не следующий, то, в принципе, шанс оказаться в этом ряду у него есть. Вот как комментируют коллеги Кивы. Кстати говоря, программа 60 минут. Комментарий Попова интересен, потому что как раз в 60 минутах Скобееву, Попова, Кива неоднократно был. Давайте посмотрим комментарии просто вот коллег. Илья Кива часто выступал на телевидении, был достаточно публичен уже после переезда. Взгляды его металла, да, из стороны в сторону, то он в правом секторе воевал против России во время так называемой АТО и против донецких восставших шахтеров, то он поддержал специальную военную операцию, переехал в Россию. Был он в партии Медведчука, и при этом, конечно, только что уже подтвердили в СБУ, что причастны к этому убийству. Называют это теракт спецоперацией. Ясно, что там киевские бонзы ликуют. И ясно, что необходимо дело части этих убийц найти, но организаторов мы обязательно найдем и покараем. Ну, вот такой вот комментарий тоже, как видите, достаточно прохладный, то есть, ну, организаторов найдем и покараем, но в целом, в общем-то, ну, прямо скажем, доброго слова о Киве никто из российских коллег его, из тех, у кого он выступал в эфирах, никто доброго слова не сказал. Я хочу еще привести цитату из Реановости, где было поручено, явно, то есть, очень характерно, что поручено высказаться в Реановости, высказался о смерти Кивы, поручили зайчутки Слуцкому, что тоже очень характерно, потому что, в общем, такая, ну, карикатурная фигура. Я процитирую. Убийство Кивы – еще одно кровавое преступление террористического режима Зеленского. Экс-нардеп был достаточно противоречивым политиком во всех отношениях, но то, с какой радостью спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины. Показательной в этом случае будет реакция международного сообщества, если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента Украины, Значит, опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма в Украине. Это Слуцкий зайчутка, который, в общем, сам обладает такой специфической репутацией в России, и, в общем, характерно, что именно ему поручили отреагировать. Ну, вот, смотрите, значит, на самом деле, действительно, ну, доброго слова, вот, о покойном, знаете, напоминает это все надгробное слово Остапа Бендера, когда умер Паниковский, был ли покойным нравственным человеком и так далее. Все хорошо знают этот монолог Остапа Ибрагимовича. Вот примерно так, примерно так, в общем, отреагировала российская телевизионная общественность, политическая общественность на убийство человека, который искренне пытался верой и правдой служить новым хозяевам. Но не случилось, не приняли его новые хозяева в качестве своего. И я должен сказать, что вот, я еще раз говорю, с самого начала, вот, ощущение такое, что, а зачем убивать этого человека, который, ну, был действительно карикатурой. Он был карикатурой, он был таким достаточно комическим персонажем в российских СМИ, вроде никто его всерьез не принимал, но, тем не менее, в общем-то, предатель есть предатель. Говорил гадости про Украину, публично, в эфире. Очевидное предательство. Ну, вот, я не знаю, возможно, нам предстоит, ведь предстоит сравнить, проанализировать, как будут реагировать на подобного рода мероприятия в отношении таких людей, как тоже народных депутатов Верховной Рады, предателей. Их список не очень маленький. Это Игорь Марков, это Келенкаров, это тот же Царев, Медведчук, наконец, Янукович, Азаров. То есть, список предателей довольно длинный. Ну, по крайней мере, вот, некоторых из таких наиболее известных я перечислил. Вот, так что, я думаю, что каждый из этих людей сейчас примеряет вот эти вот пули Кивы на себя. Ну, в общем, что, на самом деле, я думаю, вполне справедливо. Еще одно событие, которое, мне кажется, ну, такое, может быть, не самое главное, но, тем не менее, я хотел бы его с вами обсудить. Это все-таки журнал «Тайм» подвел итоги и назвал «Человека года». И я очень, на самом деле, редкий случай, когда вот эксперты журнала «Тайм» проявили мудрость, потому что в качестве «Человека года» были названы не Си Цзиньпинь, не Владимир Путин, не король Великобритании, не кукла Барби, вот, а была названа американская певица Тейлор Свифт, которая вот всех обошла. И я считаю, что это очень такой хороший ход, потому что, на самом деле, вот в 2023 год, в отличие от 2022, где совершенно очевидно был Зеленский триумфатором, это справедливое его помещение на обложку журнала «Тайм», оно отражало реальное отношение к Украине тогда. Ну, а что касается этого года, то, в общем, таких вот «Человеков года» в политике нет. А вот американская певица. Я совершенно не знаком с творческом этой молодой женщине, но единственное, я знаю там, о чем идет речь, но это как бы, ну, совсем не моя тема, я уж точно не музыкальный критик, и я думаю, что там Артемий Троицкий в состоянии это все комментировать, но уж точно не я. Единственное, что я могу сказать, почему я очень рад, потому что на обложке она, эта женщина позирует вместе с одним из трех своих котов. И кот совершенно потрясающий, очень красивый, голубоглазый, такой красавицы. Я считаю, что только за это я бы дал ей «Человека года», потому что выбор хороший, вкус у этой певицы хороший, судя по внешности кота. Так что тот редкий случай, когда я полностью солидарен с экспертами журнала «Тайм». Теперь, ну, пожалуй, главная тема, главная, основная тема – это визит Путина в Эмираты, в Саудовскую Аравию. Вчера одним днем Путин посетил с рабочими визитами Объединенные Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, встретился с главами этих государств, соответственно, в Абу-Даби его принял президент Мухаммед Бензаид Аль-Нахаян, и в Ириаде его встретил наследный принц и председатель Совета Министров Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд. Ну, в общем, короче говоря, вот с этими наследными принцами встретился питерский гопник, майор КГБ, и, в общем, ну, на самом деле, даже на фотографиях, которые были видны, было понятно, что это люди совершенно разной культуры, при всем понимании того состояния, в котором сейчас находится арабский мир, арабская культура, но это все равно люди, так сказать, ну, совершенно разными генезисами, не генетикой, подчеркиваю, а генезисами, то есть это люди, так сказать, происходящие из совершенно разных культурных слоев и несущие в себе разные культурные наследия. И тут, безусловно, поскольку и те, и другие переговоры проходили за закрытыми дверьми, понятно, что, так сказать, какой-то ясности результаты эти будут понятны не скоро и не сразу. Встречали с огромной помпой, значит, вот в Абудабе Путина, правда, принц, шейх, президент Объединенных Арабских Эмиратов его не встретил, но зато вместо себя он послал строевых верблюдов, и верблюды встречали Путина очень, так сказать, торжественно. Ну, кроме всего прочего, значит, небо было выкрашено в цвета российского флага, то есть по этому поводу страшно радовалась Маргарита Симоньян, говорила, что такого не было никогда, ну, действительно, красить небо, ну, траву красили в России, снег тоже красили, а вот небо, чтобы красили, такого не было. Вот, здорово. Ну, короче говоря, вот что по этому поводу я могу сказать из того, что я понял вот в ходе этой поездки, зачем она была, что в результате, тем более, что сегодня состоится встреча Путина с президентом Ирана, и понятно, что это, в общем, одна история, понятно, что это один политический ход, большой, серьезный политический ход. Очевидно, что у этой встречи, ну, скорее всего, были экономические цели. Экономические цели понятны. Все три страны, производители нефти, и поэтому они заинтересованы, все три заинтересованы в высоких ценах на нефть. Но, каково соотношение этих экономических целей с политическими целями, а именно с попыткой, ну, что называется, поделить бонусы или убытки от событий 7 октября, то есть речь идет о том, что сегодня мы наблюдаем, как мне кажется, более того, я убежден в этом, мы наблюдаем проявление бенефициаров этого события. Да, безусловно, Саудовская Аравия планировала совершенно другое. Планировались переговоры с Израилем и серьезные союзнические отношения с Израилем. Сегодня, в результате вот этого теракта 7 октября, никаких союзнических отношений с Израилем у Саудовской Аравии, ну, в обозримый период не будет. Китай и Россия сделали все, ну, Иран, естественно, сделали все для того, чтобы разрушить вот эту конструкцию миропорядка на Ближнем Востоке, которая складывалась. И на сегодняшний момент, в общем, складывается совершенно другая конструкция. Это, видимо, все-таки какие-то, благодаря усилиям Китая, какие-то отношения между Ираном и Саудовской Аравией. И вот треугольник выстраивается, или там четырехугольник выстраивается между Россией, Ираном, Саудовской Аравией, Объединенные Арабские Эмираты. Четырехугольник не сложится, потому что все-таки противоречия между Ираном и Саудовской Аравией достаточно велики. Но тем не менее, ну вот какие-то, какой-то, скажем так, пульсирующий четырехугольник, он возможен. И Путин пытается создать вот эту вот, ну, такую своеобразную фигуру зла на Ближнем Востоке. Давайте просто без понимания того, что там конкретно говорилось, но тем не менее мы понимаем, что Путин может контролировать, что он не может контролировать. Путин полностью на сто процентов контролирует то пространство, которое ошибочно называют государство Сирии. Потому что в Сирии нет никакого государства, надо отдавать себе в этом отчет, там есть режим Асада. И вот это вот террористический фашистский режим Асада Путин контролирует полностью, просто на сто процентов. Вот. Ну, тут я не знаю, насколько со мной согласятся эксперты по Ближнему Востоку, но я так думаю, и для этого есть основания. Потому что режим Асада в значительной степени стоит на штыках путинской армии. Вот. Это точно. Путин не контролирует Хамас, но Путин имеет серьезное влияние на Иран. Это тоже достаточно очевидно. И через Иран он может влиять на Хамас. И Хамас действительно продемонстрировал, что Путин для него является союзником. Потому что первый визит дипломатии... Ну, просто есть поступки, есть шаги. Первый визит Хамас после вторжения совершил в Москву. Понятно, что это дорогого стоит. Так что какое-то влияние на Хамас, как непосредственно, так и через Иран у Путина есть. Что это означает для возможности Путина выстраивать в целом новую конструкцию на Ближнем Востоке? Ну, в каких-то ограничениях, но тем не менее Путин может это делать. Потому что все это направлено жестко против Израиля, направлено жестко против Соединенных Штатов Америки. И надо сказать, что в целом, в общем, Путин, скажем так, пока, вот на сегодняшний момент, ветер дует, вот ветер, геополитический ветер дует в паруса Путина. Это вот, ну, по крайней мере, на Ближнем Востоке это так. Посмотрим по итогам сегодняшних переговоров Путина с президентом Ирана, насколько удастся закрепить, насколько сделать этот ветер устойчивым. Путин, в принципе, здесь улавливает неплохо интересы всех главных участников, главных акторов Близневосточной политики. Потому что, ну, например, Объединенные Арабские Эмираты. Резко, на самом деле, как ни парадоксально, вот эта достаточно миролюбивая страна, такая туристическая мека, ну, что такое Дубай, это все знают, я не помню. Я сейчас, к сожалению, не успел подготовиться, не посмотрел данные турагентства, но, по-моему, под миллион. Вот в этом году, кажется, около миллиона человек в России посетили, из России посетили Дубай. И после, и причем это произошло после нападения России на Украину, Эмираты превратились, ну, просто в Мекку такую российской деловой активности, международной торговли и, значит, туризма. То есть, фактически из Европы в Дубай перебрались нефтяные российские трейлеры, рекой туда потекли российские деньги. Там очень многие уехавшие после начала войны бизнесмены и их семьи переселились в Дубай. То есть, это действительно так. И это очень соответствует, значит, политике президента Арабских Эмиратов, объединенных в Арабских Эмиратах, шейха Мухаммеда. И его стремлению закрепить за своей страной такой статус новой Швейцарии, нейтральной, богатой страны, которая является магнитом для торговцев, финансистов всего мира, для туристических компаний. То есть, ну, вот такая вот ближневосточная Швейцария получается. И война Путина против Украины, она этому способствовала, потому что, ну, по крайней мере, российские деньги туда перетекли. Насколько это будет устойчиво, предсказать довольно сложно. Но здесь явно совпадение интересов. Парадоксальное, но совпадение интересов. Вот. То есть, такой вот четырехугольник, странный, противоречивый, Путин, видимо, смог выстроить. Это Россия чудовищно противоречивая. Потому что понятно, что гигантские противоречия между шиитским Ираном и Сунидскими Объединенными Аравскими Эмиратами и Саудовской Аравией всегда были противоречия огромными. Но вот Путин выстраивает вот этот противоречивый треугольник, опираясь в том числе на свое полное стопроцентное влияние, в том числе в Сирии. Что, в общем-то, в значительной степени создает ему такую контргруппу против Израиля на этом участке Ближневосточного мира. Посмотрим результаты. Но пока, еще раз говорю, пока эту партию Путин не проигрывает точно и скорее выигрывает. Вот. Ну, а главные события, конечно, еще раз подчеркиваю, главные события сегодня происходят на Украинском фронте. Вот. Где я пока не вижу никаких особых подвижек. Но все еще впереди. И, в общем, так сказать, пока можно сказать, что несмотря на гигантские жертвы, на огромные жертвы с двух сторон, особенно под Авдеевкой, но, тем не менее, война пока, можно сказать, находится в какой-то точке равновесия, неустойчивого равновесия. Во многом, многое будет зависеть от того, когда все-таки придет американская помощь. Я абсолютно убежден, что до конца года она придет. Пока вот эти, если не ошибаюсь, 170 миллионов, которые дополнительной помощи выделили Соединенные Штаты Америки, об этом вчера сказал Блинкин, понятно, что это не та помощь, которая может переломить ситуацию. Ждем окончательного решения. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что у нас сегодня в 20.00 беседа с украинским аналитиком Виталием Портниковым. Я думаю, что будет интересный разговор, тем более, что темы для этого есть. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Марго. Вы сегодня действительно очень удачно упомянули Финляндию в День ее независимости. Это речь идет о комментариях ко вчерашнему стриму. Я обычно беру из комментариев ко вчерашнему утреннему стриму вопросы. Поэтому речь идет о 6 декабря. Действительно, День независимости Финляндии. Итак, дальше Марго задает вопрос. Сегодня здесь вывешены флаги с почтением вспоминают тех, кто эту независимость отвоевывал. За оторванный кусок Карелии так и не извинились, и, видимо, никогда это и не сделают. Так вот, слышала такие версии, что якобы свободу Финляндии, а также Эстонии дал Ленин. Правда, это совершенно две разные истории. Просто хотелось бы узнать ваше мнение об этом, как человек, хорошо знающий историю, да к тому же о ужас, знакомом с трудами Ленина. Не верю в эти предположения, но хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Ну да, я о ужас действительно неплохо знаю и даже помню. Ну, не все, конечно, 55 томов собрания сочинения Ленина, но основные его статьи и работы, естественно, знаю. Вот, ну, значит, что касается роли Ленина в независимости Финляндии. Ну, давайте просто воспроизведем хронику событий. Итак, 6 декабря 1917 года, это, значит, после заявления парламента Финляндии о независимости, и действительно первым, первой страной, первым государством, которое признало независимость Финляндской Республики, стал Совет Народных Комиссаров. И вот этот документ о признании независимости Финляндской Республики действительно подписал Ленин. Это произошло, если я не ошибаюсь, ну, официально, это произошло буквально сразу же, то есть это вот какого, 6 декабря Финляндия выпустила вот этот вот документ, декларацию о независимости, ну, а, соответственно, 18 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным признал это независимость. То есть через 11 дней, через 11 дней, вот, то есть это довольно быстрая была реакция. Я совершенно не собираюсь комментировать, ну, я, меня трудно заподозрить в том, что я поклонник Владимира Ильича Ленина, вот, считаю, что это действительно кровавый, вот, совершенно безумный кровавый маньяк, вот, достаточно, ну, Ленин просто очень хорошо чувствовал власть, и он не был, он был кем угодно, но не был догматиком, и поэтому он просто хорошо понимал, что ему сейчас выгодно, он не был догматиком имперцем, то есть это не был, вот, в чем его огромное отличие от Путина, ну, во-первых, он был на несколько порядков умнее, конечно, чем Путин, просто это несоизмеримые величины, величины с точки зрения интеллекта, вот, вот, при том, что он, безусловно, кровавый, кровью он пролил, конечно, на порядок больше, чем Путин, вот, но он очень хорошо чувствовал власть, он чувствовал, он понимал, да, он ошибался, в частности, ошибся в оценке революции, когда он в Цуихе сидел и думал о том, что еще много лет они там будут сидеть, но он реагировал на, он был хороший тактик, он быстро реагировал на изменяющуюся обстановку, и он прекрасно понимал, что, конечно, надо поддерживать Финляндию, тем более, что в Финляндии после, так сказать, после всего этого, после объявления о независимости, началась гражданская война, но, в отличие от России, в Финляндии очень быстро, ну, сравнительно быстро, белые, война закончилась с противоположным результатом, белые довольно быстро победили красных, вот, красные были уничтожены, фактически во многом, кто-то сбежал на территорию Советской России, но, в основном, они были просто разгромлены и уничтожены, и, и все, и вот так, да, Ленин, конечно, конечно же, Ленин поддерживал, так сказать, в этой войне красных в Финляндии, но возможности у него не было для этого серьезных, потому что в самой Советской России в это время тоже начинались всякие неприятные вещи, поэтому в конечном итоге для Финляндии все закончилось очень-очень неплохо, вот, ну, а исторический факт, да, действительно, Советская Россия первой признала независимость финского государства, скандинавские страны признали позже, Франция и Германия вообще через полтора года только признали, там, Англия и Соединенных Штатов Америки тоже где-то, ну, вот, через полтора года примерно, насколько я помню, признали независимость Финляндии, то есть, на самом деле, да, вот, первым признала правительство под руководством Ленина, и вот эта, так сказать, Финляндия, в общем, поэтому как-то к этому историческая память есть, сохраняя в различных городах, поселениях Финляндии есть бюсты Ленина, и имеется музей Ленина, так что, вот, такое отношение двойственное, да, но, слушайте, каждая страна имеет право на свою историческую память и на то, кого она считает людьми, которые играли историческими деятелями, которые играли ту или иную роль в истории каждой страны, вот, Ленин в данном случае сыграл, ну, в какой-то момент позитивную роль в истории Финляндии, первым, его правительство первым признало независимость, финны это отметили, точка, то, что Ленин, безусловно, является кровавым, в данном случае к делу никакого отношения не имеет. Так, вопрос от Вадима. Мне известно, что сейчас среди татарской молодежи есть два мнения. Хочется выйти из состава России, стать независимым государством, это очень сложно, не обойтись без жет. Второе. Россия крутит на пальцы весь мир, и лучше оставаться частью России. Как вы думаете, какое мнение в итоге победит? Понимаете, уважаемый Вадим, здесь проблема заключается в том, что сейчас этот вопрос не актуален, потому что сейчас, в настоящий момент, да, я еще много раз в наших беседах подчеркивал, что центробежные тенденции, вот они существуют как такой трофейной пожар. Под подкоркой, под поверхностью он тлеет, но на поверхность не врывается, потому что сейчас нет условий для этого. Поэтому сейчас вот задавать вопрос людям, такой, даже если бы в России было можно проводить, применять опросную социологию, это было бессмысленно. Я думаю, что в момент, когда такие возможности созреют, когда можно будет действительно определять свою судьбу, я думаю, однозначно молодежь, большинство молодежи выступит за независимое государство. Я в этом уверен, потому что именно молодежь, она в большей степени склонна, там стремительно будут развиваться, очень стремительно будут развиваться, особенно я хорошо знаю Татарстан, смею уверить, что я проводил там несколько опросов, ну, правда, это было давно, но тем не менее, мне кажется, что я чувствую эту республику, и я думаю, что именно молодежь, татарская молодежь, это вообще особый социум. Сейчас вот этот фильм идет про нашумевшие, про казанские группировки. Это особый социум, и я думаю, что вот татарская молодежь, она как раз выступит за независимость. Она очень легко зажигается и не боится рисковать, и, в принципе, там есть, до сих пор сохраняются вот эти вот субкультуры отдельные. Я даже когда общался, ну, вот это было в период, когда работал генеральным секретарем Совета журналистов России, очень много ездил в Татарстан, общался с представителями администрации Татарстана на разных уровнях, и в целом ряде случаев я видел перед собой, я просто чувствую человека, и я видел, что передо мной в лице государственного чиновника сидит бывший участник вот этих вот казанских группировок, которые, так сказать, там наводили шорох, так сказать, на Москву, приезжая туда и так далее. То есть все эти бойцы казанских группировок, они потом остепенились, они потом вросли, ну, тех, кого не убили, конечно, они потом вросли, так сказать, во взрослую жизнь, и многие из них стали заниматься бизнесом, многие из них пошли на государственную службу, но они все сохранили вот этот настрой. Эту брутальность, эту неуступчивость, эту, так сказать, способность к сплочению, собираться в нужный момент и так далее. То есть это вот очень такая особая среда. Так что я думаю, что Татарстан о себе еще заявит. Еще раз говорю, это сложный очень регион, но я думаю, что они о себе заявят, и татарская молодежь, она, безусловно, станет таким участником вот этого процесса суверенитета татарстанского. Так, Сокол Крушкин. Как вы относитесь к идее съемки документального сериала о трудовой биографии человека, который называет себя президентом России? В стилистике фильма о деле Магнитского, к которому даже можно отнести одну из серий. За точку отсчета можно взять доклад Марины Салье. Материала накопилось более чем достаточно, а приурочить сериал можно к предстоящему в марте ритуальному мероприятию. Ну, уважаемые коллеги, я могу отнестись к этому только очень положительно. Я просто не знаю, кто за это возьмется, потому что здесь же, слушайте, это же вопрос, понимаете, как можно отнестись к съемке такого вот... Это большой, серьезный проект, и, конечно, это хорошо, если за это возьмется, условно говоря, человек близкий по масштабу, например, к Сокурову, то да, это круто. Или человек, который действительно может сделать это талантливо. Конечно, это хорошо, я только не очень понимаю, кто за это возьмется. Пока я просто не слышал о том, чтобы такая идея как-то на уровне проекта даже существовала. А так бы хорошо, конечно, это было бы красиво. Я думаю, что этот фильм можно было бы перевести и на иностранные языки, с титрами или даже с озвучкой, то есть это было бы хорошо. Но пока не очень понимаю. Это все-таки деньги еще к тому же. Идея хорошая. Так, вопрос без подписи. Что вы видите под серьезным поражением на фронте? Это когда вы отвечали про то, почему сейчас не работает пропаганда в окопах. Разве то, что происходило под Киевом, Харьковом, Черниговом, Херсоном и прочих местах, не было серьезным? Армия РФ явно не была в этих событиях выигрывающей стороной. И тем не менее, по телевизору все сделали, чтобы так было задумано. Таким же способом любое подмахнут под «так было задумано». А значит, никакого тяжелого поражения не случится. Или вы реально верите, что натовские танки будут на Красной площади? Или так и это будет так задумано? Уважаемые коллеги, я должен вам сказать, что, ну, конечно, никаких натовских танков на Красной площади не будет. Но и преувеличивать, я, ну, довольно долго, несколько десятилетий исследую и российскую вот эту медиафрению, и советскую пропаганду исследовал на протяжении нескольких десятилетий. Но я должен сказать, что это очень мощное оружие, очень много они могут, но не все. И, так сказать, да, в случае, скажем, поражения под Киевом. Понимаете, эти поражения, в общем-то, мало что дают, мало что значат для основной российской аудитории. Ну, под Киевом там что-то, так сказать, случилось. Ну, под Харьков, что такое Харьков для абсолютного большинства? Что такое Херсон? Ну, вот Харьков его же не брали, поэтому, так сказать, там ничего не произошло. А вот Херсон, вот освободили Херсон, деоккупировали. Что такое слово Херсон для русского уха? Да бог, да ничего особенного. Там, что такое Бахмут? Ну, да, из него сейчас надули, так сказать, чуть ли не Сталинград, как и из Авдеевки. Но, вот есть знаковые вещи. Если будет дооккупирован Крым, то это невозможно будет представить, как так и надо было. Вот это невозможно. Здесь пределы российской пропаганды заканчиваются, то есть заканчиваются возможности. Это невозможно будет сказать, что так и надо было. Нет, не получится. Это не проглотит. Поэтому вот поражение уже до оккупации Крыма, это такое поражение, которое проглотить будет невозможно. Я об этом. Сказать, что так было задумано, не получится. Я во вчерашней медиафрении говорил о том, что вот этот весь кровавый... Крым, весь этот кровавый, значит, его обратно в тюбик запихнуть невозможно. Понимаете? Невозможно. То есть, все, что наговорено, нагромождено, вот эти горы трупов, которые были, они ничего не стоят. Но в момент, когда ты их начинаешь делать, когда ты начинаешь проворачивать назад, невозможно. Понимаете, даже Сталин, когда вот это вот туда-сюда сталинское, когда сначала фашисты враги, потом друзья и так далее. Это же все было, когда не было войны. Это все была довоенная история. И тогда это можно было сегодня сказать, что фашисты враги, завтра друзья, потом снова враги. Но это была ситуация до войны. А вот уже во время войны провернуть назад весь этот кровавый фарш, затолкнуть его обратно в тюбик, это совершенно невозможно. И здесь тоже невозможно. Поэтому сказать, что так было задумано после того, как будет дооккупирован Крым, невозможно. Не проглотит это никто. Это исключено. Так. Валдис. Пишу вам из Латвии. Вы вчера говорили о том, что страны Балтии отличаются от других бывших республик. Я думаю, что это связано с тем, что нас оккупировали лишь в 1940 году. При распаде империи зла у нас было много людей. Которые родились в независимой Латвии. У людей было другое мышление. Как вы думаете, это повлияло? Безусловно. Я думаю, что повлияли два фактора. Во-первых, все-таки повлияло, конечно же, то, что все-таки страны Балтии были в составе Советского Союза. Ну, просто неизмеримо меньшее время. И вот в момент, когда произошла независимость, были живы еще люди, которые помнили хорошо существование независимых государств. До 1940 года. Ну, и самое главное еще и то, что все-таки страны Балтии, это все-таки страны европейской культуры. Это тоже имеет значение. Это страны другой культуры. Даже когда в советские годы мы приезжали в Балтийские республики, это чувствовалось сразу. Пересекаешь границу, так сказать, Балтийской республики, и ты оказываешься в другом культурном пространстве. Состояние домов, ухоженность, ну, все, вот, разрушенные деревни Псковской области и, так сказать, Балтийская республика, чистенькие домики и все остальное. Это разные вещи. Поэтому это все сказывалось. Ну, конечно, вот, пребывание, вы правы, здесь это длительность пребывания внутри Советского Союза, плюс еще историческая память. Все-таки, вот, огромное количество репрессированных, отправленных в Сибирь представителей в Литве, то есть, то, что советская власть сделала с литовцами, с эстонцами, с латышами, вот эти вот гигантские, так сказать, репрессии, именно персональные, это, конечно, изменило в корне. Ну, примерно то же самое было на Западе Украины, то, что произошло. И здесь тоже особое самосознание именно на Западе Украины. Это другая идентичность была. Я уже говорил о том, что в Украине после обретения независимости сформировалось три вида идентичности. И только вот окончательно все они слились в одну украинскую идентичность только после 24 февраля. А так они были. И на Западе была все-таки такая чистая украинская идентичность. И это было связано в значительной степени, во-первых, с тем, что все-таки западная часть Украины, она была присоединена значительно позже. И второе, это огромные репрессии, именно, ну, там же война до конца 50-х годов была, просто серьезная война. И репрессии, какое количество бандеровцев было, находилось. Ну, бандеровцы мы называли всех западных украинцев, и в том числе в советское время. И какое их количество было в советских концлагерях. Так что это другая история. Так что вы, Валдис, абсолютно правы. Ирина, хотелось бы услышать ваше мнение о такой персоне, как Коренега Геворгян. Так, ну вот если я правильно понимаю, если вы имеете в виду политолога, то вот Геворгян, то это, ну, я не очень хорошо знаком с ее. Мне как-то попалось, если не ошибаюсь, по-моему, еще до оккупации Крыма, ее высказывание о том, что вот она верит в ум Путина, в его искренность, в его поступки. Вот, и очень позитивно. Но это тринадцатый год, если не ошибаюсь. Не знаю, я в последнее время не встречал ее публикации, ее выступлений. Тулия Коренега Геворгян, имеете вы в виду или нет? Это вот политолог, специалист по... Она много писала и говорила про Армению, но вот ее высказывания про Украину, в частности, и про Путина, меня как-то вот не очень вдохновили. Еще раз уточните, Тулия, это вот политолог, который специализируется на анализе процессов Армении, ну, и шире, так сказать, и оценивает ситуацию в Украине в том числе. Но вот ее, так сказать, позитивные высказывания в отношении Путина меня несколько насторожило. Это тринадцатый год, если не ошибаюсь. Так, Ольга. Ольга является спонсором нашего канала, за это ей большое спасибо. Я слышал, что архивы по Великой Отечественной войне засекречены. Это правда? И что там может быть секретного от нашего взора? Ну, уважаемая Ольга, огромное количество секретного и неприятного для власти, это прежде всего факты преступлений. Мы, конечно, знаем о них, но, тем не менее, документы, это важно. Конкретное описание масштаба преступлений. Вот существует там одно дело, когда чудовищные преступления Красной Армии становятся известны через описание очевидцев. Ну, вот все эти дневники и публикации в отношении того, что делала Красная Армия в Кенисберге и так далее. Вот, ну, это страшные вещи. Но одно дело, когда это свидетельство, это просто, ну, что-то вроде, там, почти художественная литература. А если это документы, это совсем другое. Плюс, я думаю, что и потери, вот, жертвы с разных сторон преступлений в отношениях мирного населения своего же. Вот этот вот сталинский приказ, а конкретно чем он обошелся, сталинский приказ об уничтожении, о взрывах, о уничтожении всего, живого и неживого на оставляемых территориях, чем он обошелся. Это тоже важная история. Это предательство. То есть, вообще, вся изнанка войны, она в этих документах есть. В широком смысле, изнанка войны. Я думаю, что репрессии в отношении то, как работал СМЕРШ. Это тоже важная история. То есть, это все тоже, это описывается, описывается через воспоминания, описывается там в документальной, художественной литературе. Но архивы – это совершенно другая история. Это факты. И вот вся эта изнанка войны, она в архивах есть. А ее, конечно, ее скрывают, потому что вся эта изнанка войны, она противоречит одному из главных мифов российской сегодняшней действительности. Это миф победовесия. То есть, архивы, они обязательно разрушат вот этот миф победовесия. Потому что они покажут изнанку войны. Оксана задает вопрос. После озвучивания о походе в президенты пропал Стрелков Гиркин. Вы не знаете, что с ним, и не скажете, что с ним, и как он себя чувствует. Ну, я, уважаемая Оксана, естественно, я не являюсь лечащим врачом Гиркина. Но я подписан на его телеграм-канал. Этот телеграм-канал сейчас ведет его жена. И, ну, я должен сказать, что он так там активнейший. То есть, все вроде с ним в порядке. Ну, понятно, что его, конечно, никто там не зарегистрирует. Его поход в президенты окончится не начавшись. Но, тем не менее, вот, по крайней мере, жив и вроде бы здоров. Можно не волноваться. Этот преступник имеет некоторые шансы все-таки дожить до международного суда. И, так сказать, встретить старость свою в хороших условиях в камере гаагской тюрьмы. Чего я ему искренне желаю. Светлана Смушко. Светлана пишет, что я якобы упомянул про грядущий союз Израиля с Ираном. Непонятно, на каких основаниях они могут объединиться. Поясните, пожалуйста. Уважаемая Светлана, конечно, я оговариваюсь иногда. Но я думаю, что я не мог оговориться. И перепутать грядущий союз Израиля с Саудовской Аравией. И сказать, вместо Саудовской Аравии Иран. Маловероятно. Нет, конечно, никакого союза Израиля с Ираном нет и быть не может. Это странно было бы. И я думаю, что я не оговорился. Я думаю, что я все-таки говорил о грядущем союзе. И планировался серьезный союз. Ну, не союз даже. Не союз, а договор о сотрудничестве. О мире сотрудничества между Израилем и Саудовской Аравией. Это было. С Ираном, конечно, нет. Максим Невлер. Максим является спонсором нашего канала. За что ему всегда большое спасибо. Каково ваше мнение, пишет Максим, об Александре Сокурове, как человеке и режиссера? Удалось ли вам посмотреть его фильм «Сказка»? Если да, то что вы думаете о его работе? В частности, о его ответе о Путине в интервью Собчак. Привожу кусок диалога дословно. Вопрос Собчак. Вы понимаете мотивы Путина? Почему он начал эту СВО? Ответ. Понимает. Собчак спрашивает. Обида? Эго? Ответ. Нет, вы недооцениваете этого человека, у которого, несомненно, есть масштаб личности, масштаб исторический, выращенный им самим. Не знаю, кто помогал ему, подсказываю, или он сам. С возрастом человек становится физически ниже, но внутренне более содержательным. Это ситуация, исторический процесс абсолютно бесконтрольный. Ну, что касается вот этого эпизода, это отдельно. А сначала вообще о Александре Сокурове. Я думаю, что Сокуров гений. Я думаю, что это выдающийся режиссер. Собственно говоря, коллеги именно так и считают. И Тарковский, и международная кинематографическая общественность считает его гением как режиссера. И, в общем, это, наверное, недалеко от истины. После того, как ему запретили... То есть, он всю жизнь, что называется, работал на полку. То есть, в Советском Союзе ему не давали снимать. Он фактически, насколько я знаю, кажется, Тарковский был готов ему помочь эмигрировать. Но это вот человек, который отказывается уезжать. Он остается в России все время. Хотя, в принципе, ему в советские годы, только в 80-х годах он начал работать на экран. А до этого он работал на полку. И, тем не менее, не уезжал, оставался в России вот такой человек. Значит, сейчас ему вот эта его работа сказка... Я сразу могу сказать, что я не смотрел. Ну, просто физически не хватает времени. Я понимаю, что это надо. Это надо посмотреть, и я это сделаю. Но пока нет. Значит, говорят об этом как о шедевре. Значит, что называется, не смотрел, но слышал, что это шедевр. Минкульт, ну, фактически запретил, не выдал прокатное удостоверение. То есть, в России сказку посмотрели... Ну, вот извините, вот такое бывает, да? Только благодаря тому, что Собчак поставил этот фильм на свой канал. И за день этот фильм посмотрело полмиллиона человек. Вот такая вот парадоксальная история. Знаете, как... Когда бы вы знали, из какого сора растут цветы, не ведая стыда. В данном случае, когда бы вы знали, через какие каналы... Значит, или, извините, через какую канализацию прорывается действительно настоящее искусство. Ну, вот так получилось, что вот Ксения Собчак предоставила возможность, предоставила свой канал. Довольно дурно пахнущий для такого вот произведения киноискусства. Значит, Сокуров, он отказался, он сказал, что его творческий путь закончен. Он отказался снимать в России. Ну, что называется, ушел во внутреннюю миграцию. Сокуров был всегда, ну, скажем так... Он, с самого начала, политическая его позиция... Ну, вот единственное, он всегда был оппонентом Путину. Знаменитая его дискуссия в 2021 году, когда он выступил на Совете по правам человека. Он тогда еще был членом этого Совета. И выступил с очень резким заявлением по поводу того, что надо предоставить вообще суверенитет Кавказским республикам. Вот, Путин на это отреагировал очень резко. Вот, это знаменитая там такая вот полемика... Ну, собственно, не полемика, а просто, значит, отчитывание Сокурова. Мы помним все это. Потом Путин сказал, что давайте отдельно поговорим. Сокуров сказал, давайте поговорим. После этого Путин его не принял. Это все известная история. Сокуров всегда был против. Он очень жестко отреагировал на оккупацию Крыма. Выступил против войны с Украиной. После чего его просто не выпустили. Он попытался выехать на какую-то конференцию, на какой-то кинофестиваль. Его не выпустили из России. То есть, вот вся история. Я, если вы хотите узнать мое мнение о нем, как о политике, он, это человек либеральных, демократических, гуманистических взглядов. Но, как мне кажется, вот я, естественно, следил, это большая величина культурная, величина российской культуры, очень большая. Я думаю, что он достаточно наивный человек. Он, как очень многие талантливые, гениальные люди, он наивен. Он очень наивен. И в отношении Путина он наивен. Хотя он всегда был оппонентом Путина. Всегда. Пожалуй, исключение, это была Чеченская война. Вот здесь он неправильно оценил ситуацию. И трудно было согласиться с его позицией. Вот. А так, в общем, он очень последовательный, демократический, гуманистической направленности человек. И, безусловно, невероятно талантливый режиссер. Вот. А сказку я посмотрю обязательно. Так, вопрос от Эмилии. Игорь Александрович, судя по всему происходящему, Запад сливает Украину, ограничивая ее помощь, и начинает склонять к миру в обмен на территории. Зло побеждает, Путин на коне. В дальнейшем, я думаю, он годика два-три отдохнет и рванет на страны Балтии. Я думаю, что и здесь мир озаботится и проглотит. Путина боятся, перед ним заискивают. На Западе нет последовательных лидеров, типа Черчилля и Рузвельта. Что вы думаете по этому поводу? Отметьте, пожалуйста. Уважаемая Эмилия, я очень хорошо понимаю ваше настроение. Вот эти настроения, они просто волной сейчас идут и в западной прессе, и от российских оппозиционеров. Вот настроение в духе такого вот, ну знаете, вот катастрофического восприятия происходящего. Все, гипс снимают, клиенты уезжают, все пропало. Да нет, ничего не пропало. Я думаю, что вы правы в том, что настроения такие имеют основания, но вы не правы, вы не правы в прогнозах. Давайте по пунктам. Западная помощь в размере 61 миллиард долларов, а это помощь больше, чем все, что было, если не ошибаюсь, на сегодняшний момент Соединенные Штаты Америки, так сказать, потратились на помощь Украине в размере 44 миллиарда долларов. Сейчас грядет 61 миллиард. То есть это почти в полтора раза больше, чем было до того. Это все оружие. И вот эти 61 миллиард долларов на следующий год, они будут выделены. Будут, я в этом абсолютно уверен. Это раз. И европейская помощь. Немцы помогали. Это второй, вторая страна-донор. Она будет помогать. 100 процентов, гарантированно. Другие европейские страны. Ну, сейчас вот образовался треугольник тех стран, которые не будут помогать. Они уже объявили об этом. Это Венгрия, Словакия и Нидерланды. Ну, хорошо. Ну, вот это три страны. Остальные будут помогать. Значит, поэтому вот никакой катастрофы не произошло. Ресурсы Путина имеют ограничения. Помощь со стороны КНДР Северной Кореи и со стороны Ирана, она не сопоставима с той помощью, которую оказывает Запад. Экономические ресурсы Путина ограничены. Экономика не в клочья, но потенциал, экономический потенциал Путина на пределе. Путинской России на пределе. Поэтому я думаю, что, так сказать, самая главная проблема, что это не спринтерская дистанция. Это стаерская дистанция, это марафон. И вот то катастрофическое восприятие действительности у очень многих, и оно, я понимаю, что, Эмилия, оно отражается на вашем восприятии. Это результат того, что у всех у нас были завышенные ожидания. То есть в результате этих завышенных ожиданий мы все воспринимали эту дистанцию, этой войны, как стометровку. И вот пробежав 80 метров, нам вдруг объявили, что нет. А впереди не остаток из 20 метров, а впереди у нас марафон. Еще 42 километра. Естественно, отсюда взрыв отчаяния. Как еще бежать столько? И отсюда вот эти все катастрофические прогнозы. Надо, я понимаю, как бы, всю ситуацию, но тем не менее, я думаю, что... Кстати говоря, что меня убеждает в том, что я прав, что украинское военное руководство это точно знает. Статьи Залужного как раз показывают, что он это прекрасно понимает. Так что в конечном итоге, слава Украине, и Украина победит. Дорогие друзья, мы на этом... Да, это последний был вопрос. Мы на этом завершаем нашу утреннюю беседу. Не пропустите, в 20.00 будет разговор с Портниковым. Я думаю, что будет интересно, как всегда. Хорошего вам дня, берегите себя, всего вам доброго. Спасибо.